Все эти сумочки сами за себя не заплатят, поэтому поговорим про деньги. Всем большой привет! Добро пожаловать ко мне на канал! С вами Дарья. Сегодня мы обсудим тему финансов, о том, как же мне удается позволять себе покупать люксовые сумочки, причем так часто, так регулярно. А я поделюсь с вами какими-то своими секретами. Да, Киндалюш? И поехали! Конечно, самая первая очевидная вещь, чтобы мочь себе что-то позволять, нужно больше зарабатывать. Эфрика! Все так просто. Но мы сегодня не будем об этом говорить, потому что это слишком очевидно, это все понятно, да? Хочешь большего, зарабатывай больше. Все. Сегодня мы будем больше говорить про какие-то вещи, которые я стала исключать из своей жизни, либо стала немножко урезать, и тем самым я уменьшила свои расходы. Вещь номер один. Я перестала покупать кофе на вынос. То есть раньше я могла с собой схватить капучино и пойти гулять. Сейчас я не трачусь на кофе. Кофе в Старбаксе стоит 5 долларов 5 центов. И, соответственно, если брать такой кофе 5 дней в неделю, получится, что где-то в районе 30 долларов в неделю вы будете тратить в месяц, это получается где-то 120, понимаете, да? Вот когда начинаешь складывать вот это по мелочи, оно складывается в довольно крупную сумму. И ты уже начинаешь думать, ага, так, 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 подождите, подождите. Конечно, если меня позовет подружка погулять, попить вместе кофе, да, понаслаждаться видом на океан и все такое, конечно, я поддержу эту идею. Я куплю себе кофе, может быть, и ей куплю кофе, понимаете? Но я не буду делать это, если я сама по себе в одиночку. Я могу взять с собой чай в термосе или я могу взять кофе из кофемашины. У нас на втором этаже стоит кофемашина, в которой... Кендал, ты хочешь слово, чтобы тебе дали? У нас на втором этаже в моем билдинге стоит кофемашина, в которой можно взять кофе бесплатно. Но у нас сейчас карантин, и поэтому кофемашины закрыли. Ну, надеюсь, что ее скоро откроют. Надеюсь, что скоро все придет в норму, хотя не факт. Anyway. В общем, мне часто покупают кофе муж. Он знает, насколько я люблю кофе, и он мне как бы пытается сделать приятное. Например, если он там мимо кофей не проезжает, он мне всегда возьмет кофе. Поэтому я как бы думаю, блин, зачем мне тратиться? Если что, мне там муж возьмет, и если что, я могу просто пойти вниз на второй этаж, взять кофе бесплатно. Следующая вещь. Я перестала делать маникюр в салоне. Я теперь делаю сама. На самом деле, все началось с того, что я решила сделать детокс своим ногтям. Когда вот 5 лет непрерывно ты делаешь шулак. Я думаю, что это не очень хорошо складывается на ногтях. Прошлой осенью я как-то перестала делать маникюр, и ногти мои полностью восстановились, все хорошо. И потом я подумала, так, надо сходить на маникюр. Посчитала, сколько это будет стоить, посчитала, сколько это стоит. Понимаете, маникюр это недолговечная вещь. 10 дней всего он длится. И ты считаешь, что это где-то в месяц надо 2-3 маникюра сделать. И ты думаешь, один маникюр стоит 28 долларов, плюс надо оставить чаевые, плюс туда надо доехать. И ты такой думаешь, блин, это сколько денег? Раньше мне было абсолютно безразлично, сколько это стоит, потому что меня привозил в салон муж. Давал мне денег на маникюр, и я довольно ходила с красными ноготочками. Потом, когда я стала сама зарабатывать много денег, он мне сказал, что все, давай сама. Давай свои маникюры сама оплачивай. И я такая, посчитала, посчитала. Так, ух, что-то дорого получается. И, в общем, перестала делать маникюр. Я, в принципе, довольна своими ногтями. То есть, ну, да, на них ничего нет, но как бы меня это не парит абсолютно. Тем более, я вам хочу сказать, когда у вас маленький ребенок, и вы постоянно что-то убираете, вытираете, подтираете. Для ногтей это не очень хорошо. Вообще не очень хорошо. Потому что постоянно чистящие средства, вода, порошки, все это постоянно на руках. Ногти просто приходят в негодное состояние очень-очень быстро. Можно, конечно, самой делать этот маникюр. У меня даже есть лампы, я специально купила. Но я как представила, что мне надо самой это все красить, потом сушить, потом опять красить, а потом снимать, когда он станет уже не очень, придется что-то все отшкрябывать. Я как-то представила, боже мой, нет, я не хочу это делать. Короче, я в итоге хожу вот так, и меня все устраивает, понимаете. На это особо никто не обращает внимания. Это как бы чисто для себя. И мне нравится. Может быть, в какой-то день мне разонравится, я там решу сделать маникюр, но нет, меня все устраивает. Так что, пока маникюр. Я, естественно, себе подрезаю кутиклу, подстригаю ногти, то есть как бы все как обычно, но просто я ничем не крашу. Ну и вот зато сэкономила кучу денег. Кстати, если мне кто-то напишет, что ребенок у тебя с телефоном, я и даю его исключительно радиосъемок. Третий пункт. Я минимизировала походы в кафе. То есть, если я с подружкой, меня позвала подружка, говорит, пошли посидим в кафешке, поболтаем, пообедаем. Да, я за обеими руками, я обожаю это делать. Но если я одна, как бы, то зачем мне тратить лишние деньги? Поход в ресторан, поход в кафе минимум обойдется в 15 долларов. Сами понимаете, 15 долларов здесь, 15 долларов там, сям. И, короче, ты такой, ух, много денег получается. Когда я сама по себе, я не хожу в кафе, я либо поем дома, либо возьму что-то на вынос, но это очень-очень редко. Это, как бы, в последнее время я это вообще свела практически на ноль. Четвертый пункт. Я не покупаю новинки косметики. Вся косметика, которая выходит буквально каждую неделю у каждого бренда. Смотри, вот эта новинка, вот эта новинка. Ой, какая хорошенькая. Ой, а вот это какая миленькая палетка. О, боже мой, какие цвета. Новый консилер. О май гад. И оно все такое классное. Все так хочется купить. Особенно, когда заходишь в Сифору, начинаешь что свочить, смотреть. О май гад, как переливается, как блестит. Ты думаешь, ммм, хочу все. Но реалистично, нафига столько косметики, да? И никому столько косметики не надо. Поэтому я хожу в Сифору, смотрю, облизываюсь, там, нюхаю. Шучу, не нюхаю, конечно. Но хотя есть палетки, которые можно понюхать. Да, у The Face, например, они пахнут шоколадкой, персиком. В общем, хожу, смотрю, смотрю и ничего не покупаю. Это звучит очень странно. В общем, я покупаю то, что мне реально нужно. Например, да, там, мне нужен крем для лица. Я пойду себе крем для лица куплю. Но я не куплю себе 5 разных кремов. Да, сегодня этим кремом намажусь, завтра этим. Нет, я куплю крем, попользуюсь им полностью, его вымажу на себя. Потом куплю новый. То есть я не буду скупать все новинки, косметики и уходовых средств. Просто потому что, о май гад, это какая-то новинка. Какая-то блогерша при нее рассказала. Надо срочно идти покупать. Я себя очень сдерживаю, особенно в палетках. Я просто обожаю палетки, теней. Это, мне кажется, так красиво. Это произведение искусства. Мне все хочется, мне все-все-все хочется. Но я смотрю, сводчу и не покупаю. Я себя держу в руках. У меня палеток уже больше, чем мне нужно и больше, чем я смогу на себя истратить. Поэтому сдерживаю себя из последних сил, чтобы ничего нового не купить. И пятый пункт. Я не покупаю много одежды. Я просто как задрот читаю состав ткани, чтобы не было там много синтетики. Стараюсь избегать синтетику, потому что мне кажется, что она после стирки становится намного хуже выглядеть, чем она была до. Но я не хожу в Zara, в H&M. То есть я избегаю всех этих магазинов Forever 21. Я очень-очень редко себе что-то заказываю новое из одежды. Не потому, что я на какой-то строжайшей экономии, не дай бог, не дай бог себе купить новую футболку. Нет, просто я, во-первых, на осознанном потреблении. Стараюсь как бы не покупать какую-то фигню, сказала она. И не трачу деньги на вещи, которые быстро. Вот ты постираешь раз, и она станет беспонтовой. Минимизирую. То есть я лучше куплю более дорогую футболку, чем куплю дешевую футболку, которую ты постираешь, и она превратится в тряпочку. Например, если я куплю футболку, я лучше куплю ее в Ralph Lauren. Она будет стоить дороже, чем в Zara. Но я знаю, что футболка Ralph Lauren мне прослужит намного-намного дольше. В общем, какие-то такие вещи, понимаете. То есть я вместо какого-то много-много масс-маркета, я лучше куплю там три более качественные вещи, да. И буду их реально долго носить бережно, чем купить кучу-кучу футболок каких-то стрёмных. В общем, я очень осознанно отношусь к покупке одежды. Я считаю, что не нужно слишком много одежды. Нужна просто базовая одежда. Ее вместе сочетать, чтобы все сочеталось друг с другом. То есть я не слишком следую трендам. Например, в этом сезоне сказали, что опа, в моде у нас неон. Покупайте все футболки с неоном. Но если мне, например, не нравятся футболки с неоном, и мне они не идут, они не вписываются в мой гардероб, они не вписываются в мой стиль. Я в жизни не пойду покупать неоновую футболку, если она мне не нравится. Я предпочитаю какие-то вот такие простые вещи, джинсовые, однотонные, сдержанных тонов, которые можно друг с другом сочетать, и вы будете выглядеть хорошо. То есть не нужно выглядеть в рви глаз. Ну, нужно выглядеть так, достойно, красиво, чисто, аккуратно. А еще если вы на какой-то простой лук добавите какую-нибудь сумку Louis Vuitton, люксовую или там Шанель, то вы будете сразу автоматически выглядеть намного богаче. Проверено. Вот такие у меня советы о том, как можно более осознанно тратить деньги, и, соответственно, меньше тратить, и смочь потом купить себе что-то, что вы реально хотите. Потому что деньги потратить легко. Там 15 долларов, там 20 долларов, тут 40, там, 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 и бац, и у вас ничего нет. А так вы, например, там не потратили, тут не потратили, тут на фигню какую-то не потратили, и смогли себе купить сумку Louis Vuitton, которую у вас просто продержится 10 лет. Я желаю вам процветания, благополучия, увеличения ваших доходов просто с каждым днем, чтобы денежные потоки лились на вас ручьем, дождем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Инстаграм, ТикТок. А я увижусь с вами в следующем эпизоде. Пока-пока! Ты можешь из-за огромнейшего количества сумок, которые есть на рынке, примерно присмотреть себе, что тебе нравится, послушать. Давайте начнем с моего любимого бренда. Какой это бренд? Получилось так, что муж увидел мою распечатку и купил мне эту сумку. Эта застежка меня жутко бесит.